Всем привет! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Здесь я изучаю невербальное поведение человека и стараюсь делать вашу коммуникацию хоть чуточку безопаснее. Сегодня я проанализирую Невзорова в новом интервью Юрия Дудя. Он достаточно уравновешен, спокоен, уверен и обладает хорошим самоконтролем, но тем не менее я постараюсь с вами поделиться тем, что я увидел. Мои наблюдения не претендуют на абсолютность и тем более могут не совпадать лично с вашим мнением или отношению к человеку. Невзоров достаточно интересная личность. Он обладает высоким уровнем коммуникативных навыков, словарным запасом, отчего слова и речь воспринимается гораздо убедительней. Он делает небольшие паузы и расставляет акценты на словах. Все это подчеркивается отличным самоконтролем и подачей. Обратите внимание на выбранную им позу. Закинутая нога на ногу, захват территории вокруг себя, облаготелся на спинку стула, прямой четкий взгляд, чувствует полный комфорт и уверенность. Вероятно, он знает, как держать себя в подобных ситуациях. И эта поза выбрана целенаправленно, так как в ситуациях, когда он привставал на месте, он всегда держал позу примерно одинаково. Вообще, он достаточно уверенно отвечает на вопросы. Если на что-то он не хочет отвечать, то он либо использует речевые манипуляции, либо прямо отказывает в ответе. На протяжении интервью были разные утечки информации, проявление скрытых сигналов и реакция на первый взгляд. Но об этом говорил лишь один-два сигнала, а делать поэтому какие-то конкретные однозначные выводы нельзя. Тем более, если я просто расскажу, что мог значить один тот сигнал, вы сделаете поспешные выводы и неверные сталкуете мои слова. Поэтому я возьму лишь те моменты, которые, как мне кажется, дают более точной интерпретации его состояния при ответе на вопросы. Вы как-то сказали, будучи охмелен собственным успехом, разрушил судьбу многих людей. Вы говорили так про... взялся крутить кольцо на пальце. Это изолирующий сигнал, который говорит о напряжении или нервозности. Приведите пару примеров того, как вы были одурманен успехом и вели себя непотребно. Ну, я вообще веду себя непотребно, потому что... Пристают на месте, поправляется лимбическое бегство. Неосознанное желание покинуть место, избежать разговора на данную тему и, соответственно, нежелание отвечать. Полагаю, что это самая удобная форма существования и поведения. Но... Повышенное количество морганий и блокировка глаз может являться признаком стресса и негативного эмоционального состояния. Желание отстраниться от вопроса или ситуации. Например, вы отхерачили кого-то в эфире и у человека случился инсульт. Вы узнали об этом. Ваши чувства? Да никаких. Бывало ли хоть раз, что спустя время вы понимали, что вы довели инсульты человека несправедливо? Здесь мы видим сигнал гнева, который выражается в выдвинутой челюсти. Меня это, как правило, уже не интересовало. Наклон головы, глаза приподняты, приподнимаются плечи. Признак реальной заинтересованности в вопросе. Задумался. Это, как правило, уже не интересовало. Он опять перестает на месте лимбическое бегство. Меня это, как правило, уже не интересовало. Двойное прищуривание глаз. Может говорить о негативных эмоциях или мыслях. Далее следует глубокий вздох. Признак нестабильного эмоционального состояния, иначе говоря, стресс, который мог возникнуть вследствие воспоминаний ярких эмоциональных моментов, либо такая реакция конкретно на данную тему, которая также возникала несколькими секундами ранее. Все равно. Это проблема его и ближайшая ващебаза. Можно решить, что это обычно для него является частью маньеризма, ведь дыхание у него можно отследить довольно часто, и к тому же он курит. Но в таких моментах дыхание более глубокое и громкое, нежели обычно. Часто и получается не перед набором воздуха и началой фразы, а наконец ее, чтобы наполнить воздухом легкие. Плюс совокупность других сигналов, которые подтверждают это. Например, после этого мы видим облизывание губ, форму успокаивающего поведения, которое используется для адаптации к стрессу. В дополнение к этим признакам есть еще одна реакция замирания, которая появляется вследствие стресса. Человеку всегда проще контролировать свои жесты рук, тело, мимику, но за ногами следить довольно редко. Смотрите, до этого он крутил стопой, но в те моменты, когда он выслушивает вопрос и дает ответ, его нога замирает. Это признак нестабильного эмоционального состояния. Такое появляется время от времени на протяжении всего интервью довольно часто. В другие моменты он может задумываться о вопросе и концентрироваться на мысли. В этом это реакция замирания. На подобных вопросах признаком стресса также является количество произносимых слов. В те вопросы, которые не вызывали тревоги или повода забеспокоиться, он отвечал довольно развернуто. Но на этих вопросах он ограничивался короткими ответами, что также показывает незаинтересованность или нежелание в ответе на эти вопросы. Да никакие. Это проблема его и ближайшая ващебаза. Меня это, как правило, уже не интересовало. Вы были одурманены успехом и вели себя непотребно. Ну, я вообще веду себя непотребно, потому что полагаю, что это самая удобная форма существования и поведения. Но пример меня это, как правило, уже не интересовало. Контроль улыбки. Сколько раз вы можете сказать про себя, как журналист, я торговал жопой. Замирание стопы, нестабильное эмоциональное состояние. Ни разу. Ни разу. Ни разу. Также реакция замирания проявляется в мимике. Отсутствие эмоций, которые могли бы возникнуть в подобной ситуации. Например, гнева, если вопрос его разозлил бы, как профессионалы. Удивление, в случае непонимания, как данный вопрос вообще могли задать ему. Или радости, например. Смех от глупости подобного заявления. Мы же видим серьезное и застывшее лицо. Значит, он относится серьезно к этому вопросу. Но это лишь возможный прогноз и не обязательно может иметь такое значение, если мы в будущем не видим признаков, которые могли бы подтвердить наши предположения. Форт-лист. Путин? Степашин? На заданный вопрос появляется реакция Бексла. Нервная система неосознанно хочет избежать обсуждаемой темы. Там много было. Там, знаете, вот как был прекрасный анекдот, когда я тут... И далее Александр принимает речевую манипуляцию. Не отвечая на этот вопрос, обходит его стороной. Начиная рассказ анекдота. Юрий либо забыл про отсутствие ответа, либо понял, что только что было и перешло к следующему вопросу. Что за лекция была для воров? Его рассказы и ответы на вопросы кажутся уверенными и убедительными. Немалую роль в этом играет контакт глаз. Он редко их отводит и смотрит прямо в глаза своему собеседнику. Интенсивность жестов умеренно подчеркивает речь жестами-иллюстраторами. Они просто машут руками. Поза держится в одной позиции. Ноги хоть и выдают его самоконтроль, но руки и тело меняются время от времени, подстраиваясь под разные состояния утверждения, заинтересованности и бапарирования. В некоторых его ответах можно заметить желание показать свои возможности, которые у него есть. В начале, когда он говорит о делах коллайдере, и делает после этого небольшую паузу, чтобы акцентировать на этом внимание, и после рассказывает об этом поподробнее. Я прилетаю в Женевну, поскольку у меня еще были дела в коллайдере, то я оказался там, правда, там оказалось холодновато, там постоянно минув. Таким образом, он подчеркивает свою статусность. В тех моментах, когда он высказывает мудрые мысли... Вопрос о природе вакуума, я думаю, что это мало интересно вашим слушателям. Мы стайные животные и таскаем в себе много всяких качеств, которые у нас развились за все время эволюционирования. Я вообще очень хорошо владею русским языком и прекрасно понимаю, как нужно. В очередной раз демонстрирует свой интеллект и эрудицию. Эти качества свойственны истероидному типу личности, который нуждается в его внимании и восхищении. Об этом также говорит его внешний вид, выбор одежды, используемые жесты, позы, манера курения, к слову, которое больше похоже не на вредную привычку, а как на часть образа. Речь, его слова подчеркивают его финансовую независимость и высокий спрос на свои услуги. Там всякие частные лекции, которые мне нравятся гораздо больше, потому что они прибыльные. А, у меня довольно много учеников, в том числе это всякие русские, выдающиеся люди, которые хотели научиться тому ремеслу, которым владею. Я, когда меня тут попросили воры в законе прочесть для них какую-то лекцию, там... Даже в момент, когда он описывает выстрел в него, он лишний раз повышает интерес к своей личности, заявляя о том, что рана была серьезная и с интересом рассказывает о ней. Нет, ну там рана-то была серьезная, можно поднять все документы, которые есть в медицинской академии. Рана была вот здесь, в районе подмышки, да? Ну, в подмышке она вышла, пуля. Насквозь? Конечно. То есть, прям дыра была? Да. С медском, со всеми делами? О, да, дорогой мой. Юрию Дудю, он время от времени использует сигналы искаженной любезности, называет дружище. Дружище? Да ну что, вы с дуба рухнули, дружище. Выставляя в эти моменты некомпетентность своего собеседника и подчеркиваю свое статусное положение и превосходство над ним. Но это все не говорит, что это плохо. Но, безусловно, найдутся люди, которым эти качества придутся не по душе. Это больше проблема в коммуникации между людьми, когда одни психотипы не принимают другие и находят разные причины, чтобы не любить. За его действия, поступки, реакции, речь и даже одежду. Но, к сожалению, это нормально. А какие вы заметили особенности его поведения, речевых манипуляций, скрытых сигналов или чего-то еще, о чем я не сказал в этом выпуске? Напишите ваши варианты в комментариях. Также напишите в комментариях тему, на которую вы хотели бы увидеть следующий выпуск. Ну, а если вам понравилось это видео, то предлагаю подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а на сегодня это все. Следите за людьми и не оставайтесь на руках. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok